Снова привет, новый стрим, в этот раз о коучинге. Да, в этом стриме я расскажу про коучинг. Я, правда, в больнице, но это единственное место, где я сейчас могу нормально стримить. Вот, потому что я теперь семьянин, так сказать. Привет, привет. Привет, да, я в больнице, потому что я, привет, я немножко поясняю для тех, кто не в теме, да, что вот я в больнице, потому что я транс-парень, и у меня сейчас очередная транс-операция была. А в этом стриме я расскажу про коучинг, что это такое, почему у меня вообще на канале написано, что я лайф-коуч, и что я предлагаю, что, блин, такой коучинг, почему он дорогой, дорогой ли он, и вот такое. Кому он, может быть, нужен. Вот. Привет. Хорошенькие такие. Всем хай-фай. Хай-фай. О, Дашка, привет. Привет. Да. Значит, если у вас остались какие-то вопросы про мои операции, то посмотрите, пересмотрите стрим, который я только что провел. Вот. Он полежит еще сутки. А в этом стриме я расскажу про коучинг. Привет, привет. Я не знаю, какой длины будет этот стрим, я его совершенно не планировал, и просто использую в свободное время. Вот. Сейчас вообще сколько времени? Так, 14 часов 10 минут в Берлине. Значит, в Москве на 2 часа больше. Когда-нибудь просто привет, моя жена с ребенком, и самое позднее тогда я прекращу стрим. Ну, или раньше, если не будет вопросов. Так, сначала я расскажу, что такое коучинг, а потом мы поговорим с вами о том, сколько он стоит и почему. Про самочувствие уже не в тему. Спасибо. Хорошо чувствую себя. Значит так. Коучинг – это способ общения коуча, то есть меня с клиентом, то есть кого-то из вас, на темы, которые волнуют вас. То есть у вас может быть какая-то цель, это может быть переход, это может быть понять, нужен ли переход, это может быть, вы хотите сменить работу, или может быть вы хотите, не знаю, у вас конфликт с кем-то, на какой почве, неважно. Эта почва может быть связана с трансгендерностью, а может не быть связана с этим. Один в полчаса вечера, поздравляю, то есть вот где-то на Дальнем Востоке. Вот. Спасибо, передам Кате привет, она скоро придет. Вот. И в чем суть? Суть в том, что… Сохраню эфир. Суть в том, что коучинг, он чем-то похож на психотерапию. Но он также очень сильно отличается от нее. То есть есть… Если у вас есть какая-то цель, вы хотите ее добиться, да, и вы не можете, вы не справляетесь сами с этим, то вы можете обратиться либо к человеку, который называется коуч, но не является коучем в моем понимании, то есть человек, который возьмет вас за шиворот, будет тянуть, будет говорить, что делать, будет составлять для вас все планы действий, будет составлять для вас все майлстоуны, да, то есть поэтаповые какие-то шаги, и будет периодически спрашивать, ну как, ну как, ну как, на каком ты сейчас уровне, а сейчас на каком уровне, а ну-ка подними свою задницу от дивана и давай-ка делай. Это так, такими называют себя тренеры, это тренинги бывают, они проводят, бывает тренинги, они бывают, проводят воркшопы, ну воркшопы проводят то угодно. Я хочу сказать, что эти люди тоже называют себя коучингом, я другой тип коучинга предлагаю, это вообще другое, значит, я задаю, я сопровождаю человека, и я никогда не говорю ему, что делать. Я сейчас прохожу обучение, оно длится год, и по три дня вот на выходных, в пятницу, в воскресенье, где-то раз в месяц проходит это обучение. Нас определенным образом учат сопровождать клиента, то есть задавать ему такие вопросы, вопросы, отвечая на которые, он понимает, во-первых, что до сих пор его тормозило в достижении конкретных целей, что у него конкретные какие, какие конкретные его устои, установки, которые ему мешают добиваться целей. И что ему поможет, чтобы добиться целей? Коучинг говорит, что делать. Он выводит человека на то, что он сам понимает, что ему надо делать. Задавай правильно просто. Именно. Вот это я такой коуч. Понимаете, просто слово коуч и коучинг, они не защищены, и может себя назвать им кто угодно, когда угодно, и будет делать, придерживаться какой угодно техники или практики. Поэтому я объясняю свое. То, что вы написали, это именно, да, подходит, по крайней мере, к описанию меня. Вот. Я придерживаюсь определенного кодекса этического. То есть, это значит, что я обязан определенным правилам придерживаться. Ну, я не знаю, это такие второстепенные вещи. Мне кажется, намного интереснее было бы, например, сравнить, в чем разница между терапией, если вы идете к психотерапевту. Понятно, это врач. И коучингом. Понятно, то врач, он ставит диагноз. Но есть еще другие вещи, которые не настолько явные. Например, я ходил два года к психотерапевту, ну, и разговаривал с ним о моих чувствах, да, о том, что я такой, ну, что я думаю, что мне нужен переход, я не знаю, что мне делать, я не знаю, когда мне что делать. Я два года к нему ходил. И, по сути, он мне не говорил, что делать, он мне тоже задавал вопросы. И я, ну, когда-то, в конце концов, ну, сам просто пришел к тому, что, да, мне нужен транспереход. И я долго не мог понять, а в чем тогда разница между вот таким коучем и вот таким психотерапевтом. Кроме того, что, соответственно, терапевт, он, да, он ставит психотерапевт, по-немецки просто говорят терапевт, он ставит диагноз, ну, нет, в Германии психотерапевт, он тоже должен определенный, ну, он должен больше, больше, больше пройти, чем психолог, больше экзаменов сдать, врач ли он, тут другие обозначения просто. Ну, да, в Европах терапевт ближе к психологу, это так, да, вот мой был ближе к психологу. Вот разница в том, что коуч и я работают с настоящим и с будущим, а не с прошлым. То есть мы можем говорить о прошлом, да, но мы не копаемся в прошлом и не пытаемся узнать причины в прошлом, причин, проблем сегодняшних. Да, вечная путаница с этими семи терапевтами, да. Вот, важно понимать, что коуч, он работает, по крайней мере, ну, у меня, так, такое обучение, на основе положительной психологии и мы пользуемся методами определенными, типа, например, работаем с ценностями человека. То есть мы разбираем, в чем ценности у человека. Ценности – это вещи, которые важны для вас в жизни. Они у каждого свои. Вот, и этому можно посвятить два-три разговора. Это невероятно глубокая работа над собой и над своими представлениями. Это очень, ну, это очень может в итоге оказаться полезным. И поэтому, как сказать, когда этим занимаешься, ну, просто мы на этих выходных, когда я прихожу на обучение, оно, кстати, очень дорогое, мы вот это разбираем. Мы, как бы, на собственных примерах мы учимся вот этим техникам. И я вижу, насколько это глубоко идет, когда ты сидишь, блин, и просто вникаешь в себя и пытаешься разобрать, а вообще, что мне, блин, в жизни важно? Что для меня счастье? Это у каждого свое. И никто поэтому никогда не имеет никакого права, ни морального, никакого другого говорить другому человеку, что в этой жизни важно. И поэтому мне всегда забавно, когда я, если в комментариях на ютубе, да, спрошу кого-нибудь, ну, просто типичный вопрос, что вам поможет в вашей ситуации? Или чего вам не хватает для того, чтобы вы могли себе позволить то или сё? И мне забавно читать комментарий, ответ, типа, ну, ты же сам знаешь, это всем известно, мне не хватает того-то. Нет, нет, это не всем известно, это вам конкретно, этому конкретному человеку. Чего-то конкретного не хватает. Кому-то не хватает чего-то совершенно другого. То есть кому-то нужны обязательно деньги, кому-то другому нужны отношения, кому-то еще другому нужен статус и так далее. Этих вещей очень много. И над этим можно очень много работать и копать. И когда ты докапываешься до каких-то своих глубинных убеждений или ценностей, то это, блин, бесценно. Потому что это очень сильно цепляет. И это можно перенести на всю свою жизнь. И это делает коучинг таким нетривиальным и ценным. Поэтому цены такие... Действительно проработаешь и достигнешь цели, а для этого нужно, например, там, не знаю, 6 или 10 разговоров коучингских, то ты замечаешь какие-то механизмы, которые для тебя работают, и ты их потом можешь взять и применить, применять вообще во всей жизни. И цель у коуча, то есть у меня, сделать клиента от себя, от меня, независимым. То есть помочь ему найти свой конкретный путь, и дальше он вот эти методы, которыми мы воспользовались, которые мы выработали, может потом пользоваться всю жизнь. И это охрененно. Вот, коучинг в Европе стоит где-то 150-160-200 евро в час. Представляете? Вот, минимальная стоимость, это 80 евро. Это просто абсолютно минимальная стоимость. Ну, у психологов тоже примерно такие цены. Ну, где-то 80-120 евро вот такое. Вот. И я сейчас... Ну, я писал, что 50 евро. Сейчас я поднял на 60 евро разовый разговор. Ну, поэтому я предлагаю пакеты. В пакетах там 3 или 6 или 10 разговоров, и тогда они дешевле. Вплоть до того, что получается, что один разговор 40 евро. Да, я понимаю, что цены в России отличаются от цен в Европе, но я живу в Европе, и я переквалифицируюсь, и я знаю, что в России полно разных специалистов, которые требуют вполне такие же цены, как и в Европе. Вот, значит, значит, это так. Вот. А я хочу сделать это своей профессией, потому что это реально то, что мне много дает, и я вижу, как это дает много людям. Поэтому тогда еще бы жить и зарабатывать в Европе было бы замечательно. Есть ли у вас какие-то вопросы на тему коучинга? Я коучу и на немецком, и на английском. У меня есть клиенты, да. И на английском, и на немецком. Добил кофе. Привет. Ну, если больше нет вопросов, про яйки уже был стрим. Что ж, вот я рассказал немного про коучинг, я надеюсь, это стало более понятно. Вот разве что еще скажу, что коучинг всегда проходит по теме или по цели, и мы всегда проверяем, в конце разговора достигнута ли цель, и если, то насколько. Почитать советую. Например, советую почитать вот такую книжку. Это перевод на немецкий язык. Так, циркально, да. Меня зовут Мартин Зеликман. Он по-английски пишет. Эта книга у меня по-немецки. Называется «Фактор счастья. Почему оптимисты дольше живут». Это позитивная психология. Или почитайте Байвен Кейти. Или почитайте интегральная теория. Или почитайте системный коучинг. Или погуглите. У меня в профиле написано, что я ICF коуч. Что это? Это интернациональный стандарт коучинга. Вопрос ушел. Сам лежу после филопластики. Привет. Лечись. Заживай. Прям очень болит все. Как мотивироваться. Ты не один. Все обязательно пройдет. Все это временно. В русском тоже есть этот автор. Можно скачать. Я уверен. Да-да, конечно. Селикман. А, на С. Так, кто-то писал, что его вопрос ушел. Ну, я не знаю, я найду ли вопрос, который ушел. Я надеюсь, я немножко прояснил. Для вас что такое коучинг? А, да-да-да, вспомнил еще такой момент. Например, работа с трауром. Работа с бёрнаутом. Это вот все, с чем я могу работать. Четыре фазы траура. Двенадцать фаз бёрнаута. Когда, в какой момент нужно обратиться к психологу. К психиатру. Так, я мотаю наверх. Я ищу. Извините. Ну, я, я не знаю. У меня одиннадцатый час вечера, я вижу. Напишите еще раз вопрос. Не знаю, сколько мотать. Я, вероятно, не знаю. Может быть, иногда вопросы исчезают. Вот, или, например, если вам нужно попрощаться с человеком, с которым у вас нет больше возможности попрощаться. Либо потому, что он умер, либо потому, что вы с ним по какой-то причине расстались. Есть упражнения, похожие немножко на такой гипноз, транс. Типа, но транс в другом смысле. Вы понимаете. Да, я выложу этот стрим. Код 0290. Извини, я мотал наверх, я не нашел твой вопрос. Напиши его еще раз, пожалуйста. Может ли коуч помочь избавиться от депрессии и тревоги? Или это уже к психотерапевту? Это зависит очень индивидуально от человека. Если у человека есть ресурсы на то, чтобы побороть депрессию и тревогу, то коуч их найдет и поможет. Если у человека больше ресурсов нет, они измотаны, исчерпаны абсолютно. Депрессия настолько глубока. А там тоже есть разные фазы. То коуч это обнаружит и посоветует обратиться к психотерапевту. Трубочку не стали делать. Сразу гестера и фаллопластика. Но он пока весь пупырчатый. У тебя тоже так было? Да, он тоже был пупырчатый. Лучше давайте здесь не будем о фаллопластике. Это совсем офф-топ. Это тот вопрос. А, про депрессию? Ну, я надеюсь, я ответил. Где и кто коучит? Где и кто учит на коуче? Ну, очень много разных школ. В одном Берлине их штук десять. Я нашел две похожие, которые очень похожи. По количеству часов, по количеству учителей, по количеству учеников. У нас двенадцать. Сейчас уже меньше. Два учителя. По количеству часов, по количеству работы, по количеству книг, которые мы должны прочитать и пройти. И подстойности. Вот. Я обучаюсь на курсе, который называется Passion for Coaching. То есть, любовь к коучингу, да, пассия. Этот курс ведется уже, по-моему, тринадцать лет. Два раза в год набирается курс по двенадцать человек. То, чтобы в него попасть, мне нужно было сделать, пройти два разговора. Как эти разговоры называются? Знаете, когда представляешься и рассказываешь свою мотивацию, почему ты хочешь на это учиться. И стоят они где-то восемь с половиной тысяч, кажется. Вот. Евро. Чтобы быть коучем, нужно сделать так. Сдавать так, как вступить на экзамен на школу. Это не экзамен, но это разговор. Я должен был пройти два разговора с обоими учителями. Я подавался в две такие частные школы. Как частные школы. Вот. Меня в обе взяли. Но я выбрал именно эту. Потому что мне больше понравились сами учителя, их подход. Мне в этой школе понравилось, какие они... Мне показалось, что они такие более... У них больше самоотдачи. Им нравится. По ним прямо видно, что вот пассия, да, пэшн. Они хотят помогать людям. А в той школе мне показалось, что там больше статус важен. И мне немножко это не очень понравилось. Хотел бы сделать это своей основной работой и заработкой. Да, да. Я хотел бы сделать... Я двигаюсь туда, чтобы коучинг был моим основным заработком. Я сейчас делаю свой сайт. Сейчас над ним работаю. Он называется... T-time-coach.com Он пока что совсем-совсем-совсем свежий. Совсем зеленый. Там кроме лого пока ничего нет. Но я его уже, блин, купил. Домен и все такое. Хостинг. Да. Мне очень-очень нравится это. Я когда-то хотел стать психологом, но не получилось. В смысле... В Германии довольно сложно... Привет, Май. В Германии довольно сложно начать обучение психологии, потому что нужен очень высокий бал после школы. И мне пришлось бы ждать 9 лет. Поэтому я пошел на инженера. А сейчас очень рад, что есть вот такая тема, как коучинг. Что этому можно обучиться параллельно работе. Вот. Так. Есть еще, может быть, вопросы какие-то на тему коучинга? Сейчас сам подумаю, что еще могу рассказать. Например, спиральную динамику мы проходили. Вот я сделал видео об этом. Меня очень-очень-очень заштырило от этой темы. То есть, знаете, пирамиду Маслова? Вот. А это намного шире и интереснее. Ну, на мой взгляд. Ты прямо крутой. Рад за тебя. Мне кажется, коучинг прямо твое. Ты душевный и добрый парень. Спасибо. Да, я сегодня очень необычно спонтанно сделал стрим, потому что я в больнице, и у меня сейчас, блин, это есть время. Плюс. А, пардон. Плюс есть. Я хорошо чувствую. У меня сейчас ничего не болит. А завтра меня уже выписывают к моей семье. А в семье, знаете, времени ноль. Прикиньте, знаете, вот ребенок, литическое отступление. Грудной ребенок якобы спит 20 часов из 24 часов в сутках. Казалось бы, неужели нельзя найти 8 часов поспать? Нет. Нельзя. Не только поспать. Вообще делать ничего невозможно. Но это чудо маленькое. Просто смешное такое хорошенькое. В РФ психологов слишком много, и к ним лично у меня скверные отношения. Ну вот, я не психолог. Я коуч. Я лучше. Шутка. Во время обучения ты, наверное, и в себе разбираешься. Хочешь сам себя. О, да. О, да. Мы, может быть, это вам интересно. Такое, знаете, за кулисами. Как происходят эти... Нет, не спит 20 часов. Как происходит это мое обучение? Мы примерно раз в месяц, три дня, значит, на курсе. Потом мы в течение этих трех дней получаем тонну информации. Просто так вот, стримом, да. Мы получаем советы книг. Мы читаем книги, анализируем их. И мы между этими выходными образуем группы, так называемые... Это называется... Это называется... Так... Peer coaching. Peer. Это, ну, на равных когда. Во время этих... То есть, что мы делаем на этих коучингах? А мы друг другу... Мы тренируемся друг на друге. Применяем новые, наработанные, новые техники. Которых узнали на выходных. А на самих выходных мы тоже коучим друг друга. Тоже техники прорабатываем. При этом за нами наблюдают наши менторы. И исправляют, показывают нам наши ошибки. Говорят, что можно сделать лучше. Мучаемся, кстати, критики конструктивной. Привет, Катюша. Вот. В РФ вытяжка денег в основном. Вы уже близко? О, моя жена с моим ребеночком уже близко. Давайте, давайте. Я тут про коучинг рассказываю. Плюс, конечно, мы на этих выходных делаем супервизию. Супервизия – это обсуждение каких-то относительно сложных ситуаций. Если какие-то вопросы в течение коучингов, которые остались нераскрытыми, так сказать, для коуча. То есть я вот думаю, мог ли я в данном случае как-то помочь еще лучше человеку. Я прихожу, значит, на эти выходные, и я рассказываю ситуацию. Точнее, вообще мы очень-очень мало, мы никогда не называем никаких имен, мы никогда не говорим всю историю. Мы можем сказать конкретную ситуацию, вот конкретный вопрос. Я задал человеку, и он его конкретным образом не понял. Я спрашиваю, как еще можно задать вопрос, чтобы, например, вот человек мой посыл понял. Такие, например, ситуации вводят. Хороших психологов мало, хороших психоаналитиков еще меньше, хороших психотерапевтов почти нет. Коучинг – это будущее. Я уверен, это идет из Штатов. Там это сейчас сильно развивается. Там есть много разных школ дебильных и хороших. И этот способ, ну, он очень эффективный. Потому что он, именно как я уже объяснял, дает методики, методы, которые делают человека независимым от коуча. И это круто. Да, и именно это важно, что человек прорабатывает какие-то вещи и не занимается самообманом, и не пытается обмануть коуча. То есть мне не нужны результаты. Мне важно, чтобы человек что-то понял, прочувствовал. И всегда скорость зависит от самого человека, скорость его развития, скорость его желания двигаться. И, кстати, еще такой очень-очень важный момент, что почему что-то не получается у человека? Почему вот есть цель, да, а ты, блин, не движешься к ней? Потому что ты, я не говорю о каком-то конкретном, но если я не движусь к цели, если я не чувствую какого-то изменения, то это значит, что я не изменяю своего поведения. То есть я каким-то образом веду себя, и я получаю конкретные результаты. Для того, чтобы получать новые результаты, я должен изменить поведение. Так вот, коуч помогает помочь, понять, какое поведение приводит к каким результатам, и что нужно изменить в этом поведении, чтобы добиться других результатов. Спасибо. Кажется, что не каждому должно быть коучем, где видно, что это его. Да, я хотел сказать насчет цен. Почему это все-таки на самом деле недорого? Смотрите, сравните, сколько мы тратим на одежду, сколько мы тратим на новые телефоны, смартфоны, да, и насколько долго у нас эти смартфоны остаются, и что они нам дают. Вот мы покупаем смартфон, да, а потом, хоп, вышел новый, старый еще, может, даже не сломался, а мы, ну, есть такие люди, покупают новые. Вот. Обязательно скажите, стрим, потому что не было понятно, что ты так серьезен в этом всем. Казалось, что просто чувак, пройдя определенный опыт, на любительском уровне предлагает беседы. Спасибо. Спасибо. Да, я уже давно хотел это как-то более нормально объяснить, но что-то все никак. Сбился. Забыл, что говорил. А, про телефоны. Вот смартфон, да, сколько стоит смартфон? Ну, например, такой обычный, новый, да, стоит, например, 700 евро. 700 евро. А один коучинг, нормальный обычный коучинг, стоит где-то 100 евро. Такой уровень средненький. Хороший коучинг будет стоить где-то 160 евро. Это уже так граничит к более высокому классу, так сказать, да, уровню. Я напомню, у меня 60 пока что. И вот 7 раз по 100 евро вот так, хоп, и отдают за смартфон, который через год летит куда-то. В лучшем случае отдаются бабушке. Или не знаю что. И покупается новый. Через год. Коучинг, удачный коучинг, он один раз, и он на всю жизнь. Как бы вот вы проходите коучинг, например, вот 7 раз даже, если подумать так. Вы проработаете, вы научитесь чему-то. Вы что-то о себе поймете очень большое и важное. Это вклад в себя невероятный, это инвестиция в себя. И я убежден, что цены, которые я сейчас написал, они вообще невысокие. Я убежден. Я сейчас их сделал такими, потому что я набираюсь опытом. Я все еще учусь. Но результаты я вижу уже хорошие. Это круто. Учеба у меня длится до марта, так что я уверен, что к марту цены поднимутся. А когда я полностью перейду на эту работу, то еще поднимутся. Так что приходите, пока не поднялись настолько. Окей, ну, если больше нет вопросов, я, наверное, все уже рассказал довольно много и, наверное, пока хватит. Спасибо за участие, спасибо за ваши вопросы. Смотрите стрим про яйки. Смотрите запись стрима про секс на ютубе. Сегодня вышел. Комментируйте. Скоро буду делать посты с вопросами, ответы на которые вы будете знать, посмотрев стримы. Сравнительно, то да, они невысокие. Но когда этих денег просто нет, и попасть на него невозможно. Это не так. Есть возможность финансирования. Так же, как вы финансируете смартфон, например. Есть всякие варианты. Обращайтесь. И вам удачи. Всем хорошего времени суток. Пока.